Динамо Брест Сергей, так уж получилось, что у нас оба вратаря в команде, родом из Могилева. Да. Там какая-то атмосфера особенная. Почему так много хороших вратарей? Не знаю, так получилось просто. Ну, я думаю, это просто случайность. Вы с Пашей говорили о том, что вы в разных районах города выросли? Ну, с Пашей у нас разница значительная, да, чтобы мы там с ними часто пересекались, либо там дружили. Но так обсуждали, да, про Могилев, да, каждый раз вспоминаем, что там, как. Не, в разных районах мы выросли. Ну, и так как бы я редко, в последнее время редко там бываю. Ну, а расскажи про вот то место, тот район города, в котором ты вырос, про школу, в которой футбол начал заниматься. Что это было за место? Ну, в районе вырос, в обычном, там, называется, там, Казимировка, это окраина города Могилева. Сейчас, раньше был простой район, спальный, а сейчас развивается там очень, сейчас все стало цивилизованно, сейчас намного лучше. Ну, в школу ходил, ходил и все. Так, через раз получалось, может, кто дошел, кто не дошел. Ну, в целом нормально, учился хорошо, старался и все. Как ты оказался в Минске? Ну, в сборную начал привлекать Павла Петровича родненок, там, сразу с первых сборов, с раннего возраста, это было где-то 15, сейчас скажу, 15 лет. И уже, в 16 лет я уже жил в Минске, один, а в 17 лет подписал первый контракт с Динамо Минск, ну, и там числился, вот, да, недавно во времени, это было около 10 лет. Ну, и, получается, да, прошел все, все с Динамо, как от юношеского до дубля, и там, первая лига даже была в структуре, ну, и заиграл в основном составе. Ты за время работы в Минском Динамо с очень многими классными вратарями взаимодействовал, то есть, начиная с Улимы, который сейчас тренер вратарей в национальной сборной, да, тот же Хомутовский, Гутер, Горбунов, да. Кто из них самый топ? Самый топ, ну, они все хорошие очень вратари, для Беларуси тем более, ну, у каждого есть свои сильные качества, нету такого, что там один лучше всех. В чем-то кто-то лучше смотрелся, ну, есть много качеств, которые должен обладать вратарь, и в чем-то был кто-то лучше, кто-то хуже, и так я не отмечу ни одного, что все были очень хорошего уровня. Василий Ощи был ничем не хуже никого. Он был вратарь топ в плане, что он играл на хорошем уровне, он видел, как работают, как надо относиться к делу, как тренировать. Все, сейчас, как тренер, он, ну, показывает очень качественную работу, и с ним приятно работать. Расскажи, пожалуйста, как в целом тренили в команде, как, я знаю, что, понятное дело, много знакомых ребят, с которыми вы вместе поиграли в прошлом. Как у тебя ощущения от первых недель тренировок? Ну, как, да, с многими играл, да, пересекался в Динамомин, знаком с большей частью, с некоторыми просто играли друг против друга. Ну, адаптация, как бы, уже знаю всех, как бы, я спокоен. Ну, просто первая команда моя, когда я перехожу с, когда был долго в одной команде, где я привык и все там знал, и все, то первый опыт такой, ну, для меня это, если честно, непривычно еще быть в другой команде, все по-другому. Ну, я думаю, что все получится, и мы быстро все. А по-другому в плане, ну, в бытовом, там, как-то в организации вообще работы, расписание, немножко по-другому? Не, ну, везде примерно одинаковая работа, расписание, это сборы, это везде все одинаково, тренировки. В плане, что немножко самому пока надо перестроиться, что уйти со своей, образно, зоны комфорта, которая была. Мне было в Динамо приятно работать и все. Ну, просто сейчас наступило время, когда надо делать шаг вперед, развиваться, расти. Ну, и вот этот шаг, это Динамо-Брест. Ну, вот ты буквально уже ответил на следующий мой вопрос. Я хотел спросить о причинах, которые тебя сподвигли спустя стольких лет в одной команде, решиться на переезд в другой город? Ну, уже пришло время, что долго сидел на одном месте, надо было, если так, постареть назад, надо было раньше двигаться вперед, либо там в другом направлении. Ну, так получилось, что появился вариант Динамо-Бреста, и это очень хорошая команда с амбициями, задачами. Это всегда интересно, и я даже долго не думая согласился, потому что я знал, что здесь собраны отличные игроки, с которыми можно тренироваться, играть, прогрессировать, даже находясь рядом. Ну, и тренер вратарей, Василий Львович, которым я работал, я знаю, как. Тут все будет построено, что отношение к делу и качественная работа, это будет по-любому. Какие цели, как ты считаешь, должна преследовать команда в этом сезоне? И какие цели ты ставишь лично для себя? Ну, цели лично для себя я не ставлю, в плане того, что командная игра у нас, и цели только командные. Цели у нас уже озвучили, сказали, что надо максимальные результаты выигрывать. Не буду повторяться, будем участвовать во всех турнирах, играть, выигрывать, в Еврокубках выступать хорошо, проходить дальше. И мои цели, задачи, ну, стоят, как и командные, все, я не ставлю свои задачи, там, цели выше, там, команды, либо, там, отдельно. Я просто хочу идти рядом с командой, и вместе с командой к цели, и все, а там уже в конце сезона будет видно, кто что показал, кто что достиг.